всем зрителям и подписчикам канала привет с вами дмитрий канал в деревню сегодня мы посмотрим домик который нам достался в общем поглядим на фронт работ что он из себя представляет внутри познакомимся с нашим новым жилищем поехали в данный момент мы находимся на веранде веранда примерно не ошибиться вы около 30 квадратных метров веранда на полу плиточка какая-то цементно-стружечная плита цпс по называть или цсп здесь у нас дверка вход входим попадаем в такое зовем его тамбур не знаю будет он холодный любит он теплый у нас такой тамбур здесь у нас глухая стена здесь тоже вот вход жилища туда заходим здесь тоже стоит железная дверь кирпичик это перегородка в один кирпич попадаем в некое пространство которое наверное называется прихожая окно глухой лесенка который ведет на второй этаж там такой люк вот перспективе конечно здесь будет нормально настоящий лесенка вот такая прихожка дальше пойдет комната мы сейчас чуть позже вернемся туда вот сюда как нам сказала бывшая хозяйка это такой санузел у нее планировался то есть в этом помещении здесь окно открывающиеся и помещение метра три на три наверное исторически здесь была дверь это как вот часть она как бы находится на веранде как бы пристрой такой утепленный каркасник тоже цсп плита цементно-стружечная здесь не временно стоит такой биотуалетик там в темноте не видно совсем две трубы рыжего цвета такие уличные одна на слив то есть канализация 2 чтобы затащить сюда воду кругом лежит утеплитель остатки его вот такая стена 50 сантиметров толщиной кирпичная частично уже здесь построены перегородочки из гипрока потолок как видите не утеплен до забыл сказать пол залито плита утепленная плита под всем домом стяжечка такая вставлены все окна вот это к ним подоконники стоят там еще бытовочка есть в готовке стоят сеточки даже на окна все как бы уже приобретено вот мы проходим в такую кухню столовую потому что вся канализация водопровод будет проходить по той стороне соответственно удобно очень поставить там какую-нибудь моечку там или сям в общем здесь будет такая зона приготовления пищи а далее зона этого этой пищи приема то есть такая кухня столовая здесь квадратов наверное 18 . кирпича который остался того что вот эту стеночку здесь сделали проем такой в стене сверху брошена балка бетонное перекрытие усиленное уголком и вот такой проем который ведет нас следующее помещение которое не знаю как назвать просто просто комната скажем так еще одна комната 16 примерно метров два окна глухарь и двухстворчатое окно далее здесь еще одна комнатка хозяйка как бы хотела ее себе взять планировала что вот это будет моя комнатка и и уже даже начали отделывать еще здесь эти стены утеплены потолок начали подшивать то есть утеплитель там пароизоляция вот армопояс кстати пущен по всему дому у него как были проблемки со стенами и его решили укрепить армопоясом и на армопояс уже поставлен второй этаж армопояс ширина 50 сантиметров высота не соврать бы тоже наверно 50 45 минимум три доски по 150 я вот вижу след от опалубки наверно 45 на 50 вот такой термопояс брошен вот этот проем бывшая дверь была то есть видит снизу заложен кирпичом то есть окно глухарь окно створчатое пол тоже стяжка здесь сырые пятна это сейчас поливали жейки чтобы не пылило когда подметали вот сколько видите на вот такой мешок штукатурки вынесли это все пойдет на укрепление дороги вот дина тут главный уборщик кое-что тут досталось нам стройматериалов каких-то в баночках краска моющаяся шпатлевка финишная вот эти вот леса разборные наборные он те решетки для цветов там садово-огородных дел вот это мусор конечно хлам холодильник вот этот достался в подарок вполне действующий ведь нормальный такой чистенький фланг вот леса сборе такая конструкция хлипковатая но влазит по ним можно столик там доски какие-то обрезки гипрока куча вот этого утеплителя здесь лежат тюки еще там на втором этаже в углу лежат тюки второй этаж я показывать не буду особо потому что там сейчас очень темно у него нет окон абсолютно то есть окна пока в проекте вот только мрак могу показать полную темноту ну я скажу это такой зал 12 на 7 метров примерно без перегородок все усиление идет по крыше зашито позже я потом покажу еще его вот ну вот примерно такой фронт работ нам достался будем потихоньку разгребать все это дело докладывать в данный момент ждем буровую машину надо бурить скважину для того чтобы питьевую воду завести в дом вот но надеюсь если мужики позволят снимать то с ними покажем расскажем вода в принципе здесь есть пять метров через дорогу это колонка водоканаловская но тут как-то вот говорят с водой то есть то нету в общем непонятно поэтому мы решили для подстраховки пробурить скважину да и вообще своя вода это всегда лучше когда ты не зависишь от каких-то других обстоятельств колонка всегда вот она здесь у нас через дорогу будет вода своя всегда так что стройка будет только в другом месте до вот вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока мужики бурят, немножко сортируем мусор. Вот здесь мешки с кирпичами. Часть, вот есть мелкий мусор, мы его на дорогу высыпаем. Который крупняк, вот такие вот кирпичи, у нас идёт пока вот сюда, в кучку. Складываем в кучку всё это дело. Дальнейшая судьба пока неизвестна. Может, это куда-то там на септик пойдёт, может, где-то фундамент закатается. Пока вот так, вот такой мусор подметается вот таким вот совочком оригинальным. И всё это таскаем, высыпаем на дорогу. Уже вот так вот расчищено. Фронт работы здесь вот тоже кирпич лежит. В общем, продолжим с вашего позволения. Вот такое незатейливое благоустройство по-деревенски. Высыпаем заездик. Надо будет потом ещё чем-то помельче пересыпать, чтобы мягче ездить было. Вот он наш домик. Низь кирпичный, сверхкаркасный, без окошек. Там вот веранда пристроена, а там мужики бурят скважину. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрывашку делаю. Идеально вообще. Как будто одной фирмы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Технический паспорт эксплуатационной скважины на воду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ребята. Стали мы счастливыми обладателями скважины глубиной 30 метров. Вода пошла, согласно данным буровиков, с 17 метров. То есть у нас 13 метров водяной столб. Приток очень хороший. То есть вода будет практически бесконечная. Еще нам досталась вот такая бытовочка. Здесь такой творческий беспорядок. Оставшийся еще от предыдущих хозяев. Будем прибираться. Но, по крайней мере, здесь сухо. Есть свет. Есть чайник с горячей водой. В общем, все удобства. Есть даже 4 спальных места. Жить можно. Ладно. На этом попрощаемся с вами. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин